МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо вам за такое слово, уникальный, потому что конкурс действительно уникальный. Это один из немногих чисто народных конкурсов, в котором участвуют практически все слои населения. В конкурсе представлено более тысячи работ, конкретно 1112 работ. Это огромное количество, по сути, это один из самых больших конкурсов детских в Российской Федерации. Хотелось бы сказать, кто участвует в этом конкурсе. В конкурсе принимают участие 21 воскресная школа, 3 учреждения дополнительного образования, 42 общеобразовательных школы, 17 учреждений культуры. Это огромное количество учебных и творческих заведений, расположенных на территории нашего района. Это очень масштабно. Очень масштабно. Казалось бы, одна тема, такое колоссальное количество работ, и ни одна не повторяется. Вот мы видим на экране, конечно же, это уникальные работы. Готовят наших детей 591 преподаватель и воспитатель. Я не назвал еще детские садики. У нас огромное количество еще детских садов принимает участие. Можно сказать, что участники чуть ли не с двухлетнего возраста уже пытаются штурмовать пьедестал конкурса, потому что мы, конечно же, были на подведении итогов, безусловно, рассматривали работы. Иногда поражаешься 2,5 года, 3,5 года, 4, и выполнена работа. Но, безусловно, понятно, что без участия родителей и педагогов этого бы не произошло. Но это есть. Мы знаем, что родители принимают участие, иногда активное участие, конечно же, не без детей. Дети – это основа основ в этом творческом процессе. Но мы даже, скажу вам по секрету, поощряем. Поощряем, потому что у нас практически, если больше тысячи детей принимают участие, а все это контролируют родители, иногда помогают самым маленьким. Получается, в такой хорошей теме, светлой, радостной, которой является наш конкурс, участвует огромное количество людей. Сама тема очень светлая, радостная. Вы знаете, больше всего радуют и, конечно, эти произведения, на которые мы смотрим, когда приходим на выставку, но больше всего меня радуют сами лица детей. Они очень светлые и радостные. Вот как мы назвали конкурс «Свет и радость». Вот эта свет и радость на их лицах. Это очень приятно. Владимир Львович, давайте посмотрим, как проходила церемония награждения и подведения конкурса «Пасхальная свет и радость». Конкурс «Пасхальный свет и радость» проходит в 17-й раз, но, несмотря на это, работы поражают своим разнообразием. Еще большую ценность имеет исполнение. Только дети могут так тонко и чисто передавать свои мысли и чувства через холсты. Красивые работы. Чувствуется, что ребята, которые участвуют в нашем фестивале, они душу вкладывают в каждую работу. Мы сегодня, буквально проходя по выставке, общались даже с самими нашими художниками. И девочка мне говорила, что 4 месяца делала свою работу. Каждый день с преподавателем, с учителем старалась. Трудилась и получилась, конечно, красота. Это Федосканской школе. Просто работа, которая, она и уникальна, потому что сделана руками ребенка, но еще и по уровню мастерства практически, как профессиональное произведение искусства. 7 гран-при, 63 лауреата 1-й, 2-й, 3-й степени. Результаты конкурса озвучили на церемонии награждения. В том числе были учреждены специальные призы от Ларисы Лазутиной, Вячеслава Киреева, главы сельского поселения Захаровское. Смотришь на некоторые работы и видишь вот эти таблички небольшие, где указаны их возраст, и совершенно даже в сознании не понимаешь, как можно уже в таком возрасте с таким вниманием к этой теме, с такой любовью и теплотой именно работать над своими работами. Я прекрасно понимаю, что и педагоги помогают, но молодцы наши дети, удивительные. Картина «Жены мироносицы у гроба Господня» стала обладателем гран-при благочинного церкви Денцовского округа. Работа Варвары Господиновой глубоко тронула сердца членов жюри. Сначала я просто рисовала разные картины где-то, а потом мне предложил педагог рисовать икону, писать икону. Далеко не все работы приходят правильно оформленными, многие дорабатываются. Но это не касается сюжета или техники исполнения, это история больше про внешний вид. У каждой картины должно быть паспарту. Вся дополнительная нагрузка по оформлению работы ложится на плечи сотрудников Центра детского творчества «Пушкинская школа». Эта выставка не могла бы быть такой, которую вы сейчас видите, которой все любуются, если бы здесь не был вложен огромный труд работников, прежде всего наших, работников Центра детского творчества «Пушкинская школа», работников Захаровского дома культуры. Это огромный труд. То есть вот так вот сделать выставку, столько работы, их более тысячи, разместить грамотно, интересно, поместить их в рамки. Ведь ребята иногда привозят эти работы, ну по большей части. Без рамок, просто рисунки. Это большая работа. Андрей Иванов отметил, что победители конкурса получат возможность представить свои работы на лучших выставочных площадках городского округа. Мы для этого и проводим эти фестивали, чтобы выявлять звездочек. И, конечно, дальше им нужно помогать по жизни. Мы их сразу берем на карандаш, смотрим за этими детишками в рамках школы и помогаем в том числе их педагогам, которые воспитывают этих детей. Центральная тема всех работ – их более тысячи, Пасха. Но, несмотря на это, картины участников совершенно разные и выполнены с огромной теплотой к светлому Христову воскресенью. По числу награжденных мы можем сказать, что это тоже одна из крупнейших выставок, потому что наградили мы 130 участников. У нас 21 первое место, 21 второе место, 21 третье место. Есть гран-при. У нас гран-при благочинного и специальный приз главы Одинцовского муниципального района. Мне очень приятно, что Андрей Робитович Иванов, глава нашего Одинцовского муниципального района, проявляет такое внимание к нашему конкурсу. Это одно из первых мероприятий в культуре, ну и в образовательной деятельности, которое он посетил, став главой района. И все эти годы он очень поддерживает наш конкурс. Мне хотелось бы слова признательности сказать и благочинному церкви Одинцовского муниципального района священнику Игорю Нагайцеву за его внимание. Поскольку учредителями этого конкурса являются и администрация Одинцовского муниципального района, и Одинцовское благочиние, также управление образованием, комитет по культуре, ну и, конечно же, Захаровский дом культуры и Центр детского творчества Пушкинская школа. Ну, безусловно, без как раз-таки, наверное, Пушкинской школы просто невозможно было бы все это представить вот в виде этой выставки, потому что проведена колоссальная работа, мы об этом слышали и в сюжете. Конечно же, коллектив просто потрясает масштабы. Ну, тысяча сто работ. Каждую нужно не только принять, ее еще нужно оформить правильно, потом найти ей место в экспозиции, подобрать, чтобы это все было по колору, по форме, как-то в едином стиле. Вы абсолютно правы. Расскажите о коллективе, который ежегодно проводит эту колоссальную работу. Практически все работы привозят без рамок. Это бывает просто лист бумаги или же на какой-то подставке, значит, какое-то изделие прикладного творчества. Все это нужно оформить. Это огромная работа, которую выполняют прежде всего работники Центра детского творчества Пушкинская школа и работники Дома культуры. Мне бы хотелось назвать фамилии этих людей, если вы позволите. Я думаю, что это нужно сделать обязательно, потому что благодаря им выставка обретает то лицо, которое имеет. И мы видим уже конечный результат. А они, к сожалению, всегда остаются за кадром, эти люди. Поэтому хотелось бы, наверное, чтобы вы сегодня их тоже поблагодарили и отметили в этой колоссальной работе. Прежде всего, это Комина Татьяна Николаевна, которая является мотором оформления. Она смотрит, где какая картина, за какой должна быть, как по цветам подобрать, чтобы это было интересно смотрелось. Это Шаева Елеонора Ремовна, Лукьянова Елена Викторовна, Тимофеева Тамара Алексеевна, Кирдякова Елена Геннадьевна. Могу еще много людей назвать, но это основные те люди, которые не спят ночами, оформляют эту выставку. И, конечно же, хотелось бы назвать руководителей директора Центра детского творчества Пуршеская школа Ольгу Владимировну Веницкую. И огромную работу в оформлении принимает Илья Дергачев. Это священник храма Петра и Февронии Муромских у нас в Захарова. Большое им спасибо за их труд. И, конечно, мы всегда хотим, чтобы подведение итогов этой выставки выливалось в большой праздник, в праздник детского творчества. Поэтому мы всегда продумываем, каким образом будет идти награждение. Вы, наверное, заметили, что всегда бывает очень неожиданное, красивое начало, таинственное. Ну, как всегда у нас поет хор Гребневский, тропарь они исполняют. После этого всегда идет концертный номер, очень яркий, который настраивает на дальнейшее действие. И, конечно, в нашем награждении мы пытаемся показать не только наших ребят, которых мы награждаем, а пытаемся и показать те творческие номера. Их немного, но это очень яркие номера, которые есть у нас в Одинцовском муниципальном районе, тех талантливых детей. Ну, в том числе, да, выступают и гости. То есть это не только артисты Захаровского Дома культуры. Да, там выступают и мои ученики, но выступают и наши гости. Ну, например, Женя Деленко у нас пела, которая в «Голосе» участвовала, прекрасная певица. Владимир Львович, ну были ли для вас в этом году открытия, поразили ли вас какие-то работы? Ну, мне кажется, это представлено было ребятами. Меня поразили некоторые работы, но прежде всего это вот специальный приз, который присвоил работе Андрея Рудовича Иванова. Это пасхальное яйцо. Это была такая роспись по дереву. Каждая часть этого яйца была оформлена в гуджели, в хохломе, в жостовском стиле. Очень необычная работа, она очень поразила меня. Очень красивая работа была педагога Калинина. Его ученица Парфенова Татьяна сделала работу «Введение во храм». Это очень профессиональная, очень красивая работа. И поразила еще одна работа – это Ермашевич Дмитрий, он уже у нас взрослый парень, ему 17 лет. Его картина «Старец». Это профессиональная работа, это также приз был главой Одинцовского района, педагог Стрелецкая Ольга Михайловна. Это наши друзья из города Звенигорода, постоянные участники наших конкурсов. Но теперь уже, наверное, они, в том числе, уже не гости, уже, в общем-то, практически хозяева. Так как Звенигород тоже вошел в Одинцовский городский округ, и, конечно же, в этом году они уже принимали в новом статусе участие в районном конкурсе «Пасхальный свет и радость». Это очень хорошо сказано, но могу сказать такую вещь, что город Звенигород всегда входил в наше социокультурное пространство. И все, что мы делали, всегда были участники и Дома детского творчества города Звенигорода, и других концертных организаций, творческих, всегда они у нас. Да мы рядом находимся, наша Захарова рядом со Звенигородом. Владимир Владимирович, вот как Вы считаете, что дают детям в первую очередь подобные конкурсы? Вообще я хочу сказать, что занятие детским творчеством, оно немного изменяет детей. Оно делает их культурнее, оно делает их вдумчивее. Мы растим интеллигенцию, интеллигенцию России, то есть тех людей, которые будут продвигать и культуру, и искусство, и науку в дальнейшем. И вот детское творчество – это один из первых путей к большим таким совершениям. Очень хорошо, что в нашем районе уделяют большое, огромное внимание детскому творчеству. И в школах, ну и в домах культуры, и в школах искусств. Владимир Львович, май для Захаровского поселения – особый месяц. Но еще более, наверное, важное место занимает июнь. Конечно. 2 июня, 6 июня. Все, безусловно, знают, что 6 июня мы празднуем 220 лет, с дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. А 2 июня традиционно в Захаровском проходит масштабный пушкинский праздник. Как в этом году будет проходить это мероприятие? Кого ждете? Традиционно в нашем районе мы празднуем день рождения Пушкина в первое воскресенье июня. В этот день проходит пушкинский праздник. По-разному он назывался, он даже назывался и всероссийский пушкинский праздник. И действительно приезжают люди со всех уголков России, не только Москвы и Московской области. Приезжают в то место, где маленький Пушкин наблюдал природу и влюблялся в нее. И может быть поэтому и стал великим русским поэтом. 2 июня у нас будет огромное мероприятие на Захаровской поляне, на Большой, где будут представлены творческие коллективы, ведущие Москвы, Московской области, профессиональные коллективы. И у нас будет большой праздник, детский праздник, традиционно мы проводим на Малой поляне. Там, за прудом, перейдя через мостик, вы можете увидеть большой концерт творческих коллективов, москвичей, детей, жителей Московской области, учащихся и нашего района. Приедет огромное количество выступающих. Для них большая честь выступить на Пушкинской поляне, на нашей Малой. Все это будет проходить в парке, в парке Захарова, в нашем новом парке. А совсем рядом на поляне сказок будет проходить первый международный фестиваль сказки. Заявлены гости из Сербии, Болгарии и из многих стран. Пусть это для вас будет сюрпризом. Мы ждем всех с маленькими детьми на этот фестиваль. Это будет уже в виде театральных постановок или это будут рассказчики, которые читать? Это будет в виде, простите, это будет в виде театральных постановок. Там будет профессиональное жюри, будет два отделения. Все начнется с самого утра и до вечера продлится интересное, я считаю, мероприятие. Первый международный фестиваль сказки. Организует его парк Захарова. Я бы хотел еще сказать, что после концерта, который будет на Малой Поляне, на детском празднике, выступит прекрасный коллектив, уже взрослый, который называется «Русские узоры». Мы всех приглашаем на праздник Захарова. Вы сможете насладиться музыкой, поэтическим творчеством, театральным творчеством. Ну и получается, это такой семейный праздник, потому что вы ждете, наверное, гостей разного возраста, от мала до велика. Да. Нам очень приятно, что вы сказали эту фразу «семейный праздник». Я считаю, что самое главное в жизни вообще – это семья. И те мероприятия, на которые приходит большое количество семей, это здорово. Это именно семейный праздник. Но не забудем и о дне рождения Александра Сергеевича Пушкина, который будет отмечаться 6-го числа. Это будет музей-заповедник Александра Пушкина на Больших Везюмах. Там будет огромное мероприятие. Начнется оно в 14.00. Будут представлены очень интересные профессиональные коллективы – театральные, музыкальные. Не хочу раскрывать тайну заранее. Интригу пока оставим, держим. Интригу оставим, но программа уже есть. Ждем всех с двух часов, приглашаем и на Большие Везюмы. Это будет 6-го июня. Вот такой насыщенный у нас июнь. Спасибо, Владимир Львович, за интересную беседу. Увидимся 2-го июня на Пушкинском празднике. Вы смотрели специальное интервью. С вами была Мария Шматкова. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok